Всем привет! С вами Юля на канале Суккулентношная, и сегодня я хочу с вами поговорить о поливе суккулентов, а именно эхиверии, грабтоверии, пахиверии, седумов и прочих подобных растений. Универсального рецепта для полива суккулентов нет, особенно что касается эхиверий. Многие пишут, что надо поливать раз в две недели, раз в три недели, раз в месяц, раз в неделю. Но как бы все это будет неверно. Для каждого конкретного случая нужно подбирать свой рецепт полива, свою чистоту полива. На полив, на чистоту полива будет влиять очень много разных факторов, таких как грунт, влажность воздуха, естественное или искусственное освещение, вообще в каком месте находится это растение, каков его возраст. Сегодня хочу рассказать именно о более-менее взрослых экземплярах, не о детках, не о сеянцах, не о каких-то там крошечных отростках. Нет, именно о взрослых суккулентах. Итак, про грунт, как он влияет. Вот, допустим, для примера, эхиверия черный принц. Такая черная и уже такая, ну, немножко с разводами от обработок, но сейчас не о них дело, не о них разговор идет. Ну, как видите, у него такой каменистый грунт. Здесь грунт совершенно без добавления торфяной составляющей. Чисто камушки, тут пеностекло, циолит. Вот, кто там еще, вулканическая лава, глиняный гранулят. В общем, все это просыхает очень быстро, но также быстро смачивается. И излишки воды всегда легко проходят через дырочки, через отверстия в горшочке. Плюс ко всему, вот этот, конкретно этот черный принц у меня растет в глиняном горшочке без эмали, который также способствует быстрому просыханию грунта. И вот, для примера, допустим, возьмем вот эту эхиверию. Это эхиверия гавоидная миранда. Она растет уже в пластиковом контейнере, в пластиковом горшочке 9 см. По размеру он примерно тот же, как у черного принца, но все-таки объем у него больше. То есть будет больше объем грунта, который будет дольше просыхать. К тому же, грунт у него уже совершенно другой, у этой эхиверии. Тут, как видите, есть уже торфяная составляющая. Здесь где-то 50% торфяного универсального субстрата и плюс рыхлители. Перлит, кремневит, уголь, кто-то там еще был. Скорее всего, циолит я уже точно не помню. То есть, как бы, эти два растения нужно будет поливать совершенно по-разному. Даже несмотря на то, что они одинакового размера. Итак, как понять, что пора полить эхиверию? Все, на самом деле, очень просто. Берете листик нижний и сминаете его. Он здесь уже очень мягкий. То есть, даже если присмотреться, видно, как он начал морщиниться, деформироваться. Именно из-за недостатка влаги. Проверять нужно по нижним листикам. Хотя можно иногда потрогать и верхние листики, но они более плотные всегда. То есть, допустим, вот здесь уже даже невооруженным взглядом видно, что листики стали мягкие, потеряли свой тургор. И что растение просит попить. Так же, кстати, и с черным принцем. Вот с этим вот. Он, кстати, очень красивый, когда просят попить. Он совершенно ни капельки не зеленый. То есть, зеленого цвета вообще не осталось. Но видите, какой он мягкий. Если присмотреться, можно увидеть характерные морщинки на листьях, на нижних. Это, опять же, говорит о том, что растению уже не хватает влаги. Но, честно, я не тороплюсь его пока поливать. Да, он, конечно, такой вот уже мягкий. Но он не погибнет от этого. От того, что я его вовремя не полью. О, с большей вероятностью он погибнет, если вы будете поливать два раза в неделю. Вот. Так, про мягкость листьев я сказала. Ну, вот еще для примера покажу несколько растений. Вот. Тоже, пожалуйста. Очень мягкий листик. Вот. Если вы попробуете так сделать с растением после полива, ничего у вас не выйдет. Листик будет плотный. Ну, здесь тоже торфяной субстрат с рыхлителями. Хотя вот верхние листья, смотрите, они такие достаточно плотные еще. Так, еще покажу пару растений для примера. Так, кого бы тут показать? А, вот. Эхиверия минима. Вот, видите, даже трогать ее не буду, потому что у нее налет. Кстати, да, вот растения с налетом очень сильно пальцами-то лучше не трогать. Наверное, только нижние как-нибудь аккуратно с боков проверять мягкость листьев. Но вот здесь даже не надо трогать. Видно. Вот так, если сфокусируется, будет видно. Да, в общем, видно, что на листиках есть морщинки. И, кстати, вот еще, на что нужно обращать внимание при поливе. Ну, при чистоте полива. У этой эхиверии, видите, очень тонкие листики. У агавойной тоже тонкие листики достаточно. И у черного принца, который я показывала ранее. Они будут требовать больше влаги, чем, допустим, вот этот вот пахифитум фревел. У него очень толстые листья. Я их сейчас даже трогать не буду, потому что я прекрасно знаю, что листья у него тургер не потеряли. Хотя я поливала его еще раньше, чем черный принц и агавойную. Вот еще для примера тоже. Эхиверия лютея. У нее тоже тонкие листья. Как видите, они очень мягкие. И поэтому быстро они просыхают и уже требуют полива. Ну, вот, например, грабтоверия Аполина. Она все такая же плотная, хотя тоже поливалась уже, наверное, недели, три назад примерно. В общем, нужно смотреть по состоянию. Не нужно ориентироваться на какую-то непонятную регулярность. Там раз, две, три недели. Все это, на самом деле, незначительно. Потому что, допустим, если вы спрашиваете у кого-то, как часто вы поливаете свои суккуленты, этот человек вам может ответить, что раз в неделю. Но при этом вы не будете учитывать тот факт, что у него все растения растут в каменистом грунте. И влажность воздуха у него в помещении процентов 30. А у вас, допустим, грунт трофеной с рыхлителями, который сам по себе будет дольше просыхать. Плюс у вас, допустим, влажность 70% в помещении. Так каким образом у вас тогда будет одинаковая регулярность полива? Вот моя тут порезанная красу. Тоже, видите, оп. Совсем мягкая уже стала. Хотя вот здесь вот еще более-менее плотная, но тоже пора полить. Кстати, красу, они требуют куда больше полива, чем эхиверии. Но это нужно смотреть именно по виду, потому что вот эту красу я поливала так же, как вот эту. Но айвори пагоду пока поливать рановато. Она еще плотненькая. Но есть, кстати, растения, которые, ну и суккуленты, которые сами по себе требуют больше влаги. Вот, допустим, похиседум банана бьюти, который мне очень напоминает седум алантоидес. Несмотря на то, что у него достаточно толстые листья, как видите, он прям воду пьет, как не знаю кто. Потому что листики у него уже очень мягкие. Наверное, поливаю я его достаточно часто по сравнению с другими суккулентами. Даже, наверное, чаще, чем вот эту вот малявку. Но это вот уже такая особенность суккулентов. Вот еще для примера адрамискус. Который, а да, вот все. Вот прекрасно видно, что на нижних листиках появляются морщинки. Тоже так же от недостатка влаги. Но опять же, вот на этом адрамискусе, который не хочет фокусироваться. А, вот. У него все в порядке, его поливать пока не буду. В общем, если подытожить, то что я хочу сказать. Полив дело сугубо индивидуальное. И регулярность полива нужно вам определить самостоятельно. Если вы только-только заводите суккуленты, только-только начинаете собирать свою коллекцию, разводить разные виды, то куда лучше будет, если вы будете поначалу поливать их очень редко. Засушить их просто, ну, я не могу сказать, что это нереально, но это будет намного сложнее, чем перелить. Не бойтесь их засушить. Максимум, что случится, это вот они временно потеряют тургор и будут отсушивать нижние листья. Это вот максимум, что произойдет, если вы не будете их поливать. Ну, будете, в смысле, их поливать реже, чем требуется. Вот одна из моих любимых групптоверий Fred Ives. Ее поливают тоже очень редко. И, как видите, вот, да, вот то самое отсушивание листьев. Но зато она у меня не загниет, я в этом уверена на 100%. И вот эти листья тоже, наверное, скоро... А, нет, они уже, они прям плотные, как новые. Вот еще rainbow, которая у меня не очень-то rainbow. В общем, как-то так. Не бойтесь экспериментировать. Лучше не долить, чем перелить. И, кстати, что еще хочу добавить. Суккуленты нельзя поливать ледяной водой. То есть холодной водой только что из-под крана. Это, как минимум, должна быть водичка комнатной температуры. Такой же, как температура окружающего воздуха. Может быть даже потеплее на несколько градусов. Потому что у меня было уже несколько случаев, когда я поливала холодной водой. И то она не только что из-под крана просто стояла там на подоконнике, где там, где прохладно. И из-за этого растения тоже могут загнить. Такие вот дела. Ну, в общем-то, вроде бы все сказала, что хотела. Думаю, на этом все. Пока. Продолжение следует...